Оптимизация транспортных потоков между правым и левым берегом реки Муховец и пограничными переходами Варшавский мост и Козловичи – основная задача, которая стояла при проектировании западного обхода города над Бугом. Строительство первой очереди обхода автомобильного моста в створе улицы Зубачева со стакадой от дороги Р-17 и реконструкция улицы Зубачева было завершено в начале осени. Столь масштабный и дорогой проект мог и не быть реализован, но благодаря поддержке со стороны главы государства уже через полтора года после начала работ 15 сентября 2013 года мост был введен в тестовую эксплуатацию. И сегодня, ровно через месяц, дан официальный старт работе автомагистрали. Для горожан этот объект действительно очень важен, потому что он уже в тестовом режиме, когда мы пустили его в течение месяца поработал, мы видим, что примерно более чем на 30% уже абсолютно пробки уменьшились в нашем городе Бресте. И сегодня я хотел бы, пользуясь этим случаем, высказать огромную славу, благодарность от имени жителей нашего города, именно президенту нашей страны Александру Городжу Лукашенко. Ведь то решение, которое было принято им полтора года назад, за эти полтора года вырос красавец мост. И люди сегодня, даже выступая, говорили об этом с благодарностью в адрес главы нашего государства. И самое главное, что будет перспектива определенная, потому что в будущем, если будут средства, то этот обход пойдет дальше. На церемонии открытия губернатор региона Константин Сумр предложил назвать новый мост Берестейским, так как расположен он в непосредственной близости от Бересте, место, которое считается историческим центром города. Гости праздничных мероприятий, а среди них были и вицераны, и молодежь, и представители областной вертикали. Предложение это поддержали, и, возможно, красивое и символичное название приживется и станет по-настоящему народным. Как и сам мост, который строили берестейские строители для берестейских жителей. Мы первый раз, вот, восьмой трест выступал генподрядчиком по строительству моста и такой большой дороги. Вот, и, как видите, довольно неплохо все получилось, ведь за полтора года выполнили большой объем работы. И сегодня, я, например, полтора года назад для себя не представлял, что мы можем уже ездить, сможем ездить в сентябре месяце. Уже сегодня водители отмечают, что движение по дорогам стало более мобильным и свободным. Жители заречных районов могут без проблем добраться в центр даже в самые горячие утренние и вечерние часы, сохранив при этом хорошее настроение, ведь движение по комфортной дороге без заторов всегда в радость для автолюбителей и экономия драгоценного времени.